привет друзья сделаю в начале видео небольшое отступление до распаковки и все-таки поясню по поводу своей клавиатуры клавиатура у меня не грязная она сделана в таком стиле то есть она сама по себе черная чисто черная это сверху силиконовый чехол который защищает как раз таки от этой пыли грязи и прочего прочего бывают моменты что данный чехол видимо от нагрева или от чего-то немножко начинает выделять какую-то влагу и создается эффект того что кнопки мокрые то есть прилипают что ли кнопкам но это все чистится то есть никаких проблем нет сейчас в данный момент я просто отлепил прилипал обратно она опять же не прилипает по части вот этих вот пожелчевших мест это уже видимо от ультрафиолета но в общем во всяком случае точно не могу сказать по какому поводу эти изменяется цвет этого чехла но тем не менее вот такая вот у меня клавиатура так что те кто думает что она грязная вы не правы она абсолютно чистая так сразу еще скажу у меня еще одна новость хорошая я немножко переехал не то что вы переехал а немножко сделал перестановочку и и добавил нет некоторые элементы в своем рабочем скажем столе то есть добавил освещение 4 светодиодные лампы люстру повесил и установил 42 дюймовые жидкокристаллический телевизор все для того чтобы играть на консолях на ретро консолях так как через тюнер играть небольшая идет задержка и не очень комфортно это делать вот смотрим может быть будущем заменю тюнер на что-то более другое что не будет создавать задержки и буду комбинировать ладно перейдем к распаковкам долго я искал картридж из детства вот он мне попался изначально я заказывал картридж Руслан Русланов вот он сделал но потом мне попался стародел в руки правда в очень плохом состоянии но тем не менее я его все равно тоже приобрел вот восстановил то есть взял бокс который тот же руслан мне и послал собственно tv game вот такой вот бокс и наклейку восстановил полностью ремонстрировал сделал вот как вы видите такие вот игры значит по названию значит первое у нас grand combat это конечно же чип и дэйл вторая игра это доналдс дэнд здесь она называться как эмси дональд не знаю по какой причине так китайцы обзывали но тем не менее вот так это обозвано значит это у нас сэя здесь написано сэйн файтер 2 не знаю что за сэйн файтер 2 но это серия такая игрушка вторая часть ходить что-то там делать набирать какую-то манну небесную вот и четвертая игра покой из-за которой я собственно этот картридж и приобрел по большей части это birdman ну или как она по-другому на японском называется джетман чой джин сентай вот так вот она называется джетман то есть эта игра рейнджеров которые значит процессе прохождения доходят до боссов до босс в виде огромных роботов и они превращаются в огромного робота и сражается с данными роботами свое время в девяносто седьмом году по моему я эту игру до конца не прошел то есть не смог победить последнего босса но вот сейчас я думаю что наверстаю пущено мне остальные игры посмотрю насчет этого не скажу насчет сэй что и будут проходить потому что она все-таки не на русском на японском а насчет дональд лэнд тоже попробую пройти вторая новость у меня это посылка с японии у меня опять же это у меня значит картридж для супер фами ком супер нандэндом последний из так скажем серий игр про данного персонажа ну может быть конечно ошибаюсь но вроде как смотрел что она последний из этих игр мою коллекцию и коллекцию вот этих вот игр это супер бомбермен 5 очень долго охотился с этой игрой то есть когда значит она мне попадалась по оптимальной цене плот аукцион то она у меня как бы ставил ставку и в итоге проигрывал либо не успевал либо еще что-то по обычной цене они там стояли полутора тысяч это очень дорого но вот один прекрасный момент она мне попалась по приемлемой цене ставочка ставочка сработала и я в последний момент его урвалов принять по приличной такой цене ну то есть приемлемой для меня вот это последний картридж из серии картриджей от хатсон софт супер бомбермен ну вообще бомбермен вот значит там пять основных еще несколько таких разношерстных картриджей но в общем тем не менее все игры я поиграл все эти бомбермен и с 1 по 5 часть я уже прошел и скорым временем возможно сделаю обзор покажу расскажу что там про эту игру можно сказать как играть там что какие нюансы и какие мне понравились из частей какие не понравились все эти моменты покажу вот ну и последнего посылочка немаловажно тоже очень много ждал заказал сразу много чтобы было это у меня боксы для картриджей пустые боксы для картриджей это куча тв-геймов вот такие вот тв-гейм картриджи теперь буду восстанавливать свою армию картриджей которые у меня лежат без корпусов вот таким вот образом ну вот в принципе и все что хотел рассказать вот такие вот у меня сегодня распаковочки такие вот новшества не новшества не скрыв все это конечно уже довольно приличного возраста но тем не менее мою коллекцию но пополнила всем кому понравилось данное видео ставьте пальцы вверх нажимайте колокольчик чтобы увидеть еще более новые интересные видосы всем приятные игры и удачи